Всем добрый день! Сегодня по вашей просьбе я делаю маску из коламина, которая предназначена для борьбы с прыщами, с акне и постакне. То есть постакне это такое явление, когда на нашей коже появляются синюш, набура, красные пятна на месте прыщей. Или же еще худший вариант, когда появляются рубцы или шрамы после прыщей. Так вот, в одном из предыдущих роликов я делала маску с коламином, желтым коламином, но делала акцент на омоложение кожи, на детокс, на разглаживание морщин. И проговорила просто-напросто, что коламин, дай желтый коламин годится для борьбы с прыщами. Так вот, попросили рассказать, вот именно сделать маску конкретно, которая борется с прыщами, с акне и с явлениями постакне. Поэтому мы с вами будем делать простейшую, но очень эффективную маску, которая состоит из желтого коламина и отвара иван-ча или кипре узколистного. Так вот, смотрите, что касательно коламина. Коламин сам по себе, пудра коламина, она состоит из цинка, либо оксида цинка, либо цинка карбамида. И вот этот самый препарат цинк очень часто назначают при прыщах. Ну, по крайней мере, я вот в роликах про цинковую мазь аптечную, да, говорила. А коламин это вот основа, которая, собственно говоря, и состоит из вот этого цинка. И очень часто есть такие препараты для борьбы с прыщами, в которые ходит коламин или, допустим, знаменитый коламиновый лосьон, который точно так же назначают при дерматитах и в то же время назначают при прыщах. Так вот, коламин, да. А у меня желтый коламин. Здесь к пудре коламина, к самому коламину добавили еще ряд ингредиентов. И удачно вписываются все эти ингредиенты в борьбу с прыщами. Я вот в описании к ролику дам ссылку не только на желтый коламин, но и на тот коламин, который рекомендуется, ну, то есть, производителем, сделан специально для борьбы с прыщами. Тем не менее, желтый коламин. Смотрите, помимо самого коламина сюда уже добавлен оксид цинка. То есть, еще сильнее обогатили эту пудру. Дальше. Порошок куркумы, специи. И я обычно делаю акцент, что куркума – это специя, которая является мощным антиоксидантом, помогает нам в плане омоложения. Но я напомню, что куркума, во-первых, она способствует восстановлению иммунитета кожи. Это очень важно при прыщах. Это один момент. И второй момент немаловажный. То, что куркума является природным антибиотиком широкого спектра действия, без побочных эффектов. То есть, смотрите, очень часто прыщи начинают лечить всевозможными препаратами с какими-то антибактериальными добавками. Ну, например, эритромициновая мазь, тот же зенейрит, тот же левомиколь, о котором я говорила. Так вот, еще раз повторю, что куркума – это природный антибиотик широкого спектра действия. В аюрведе ее точно так же применяют для лечения всяких проблем на коже. Грибковые, бактериальные, в том числе для лечения прыщей. Поэтому у нас здесь куркума более широкого спектра. И антиоксиданты, и омолаживающие, и восстанавливающие иммунитеты, борющиеся с той инфекцией, которая сидит в наших прыщах. Дальше. Экстракт репчатого лука. Я говорила, что этот экстракт используют даже аптечные препараты, например, контрарубец, да, такой аптечный препарат, для борьбы с рубцами, шрамами и растяжками. То есть он целенаправленный, это один из самых мощных природных компонентов, который борется с рубцами, шрамами, выравнивает рельеф, что называется, нашей кожи. Дальше. Пудра пожитника. Она тоже, ее очень часто в индийской, да, вот в народной медицине, традиционной медицине, применяют для всевозможных проблем с кожей. И индийская мыльная глина. Ну, не будем делать акцент, она здесь будет в плане очищения работать, вытягивать содержимое прыщей. Ну, то есть, вот если посмотреть, да, желтый коламин, я прошлый ролик чисто посвящала омоложению, а тут он идеально вписывается в борьбу с прыщами. Но мы этот самый коламин будем разбавлять не просто водичкой, не просто розовой водой, как рекомендуется в плане омоложения. Мы с вами ее будем разбавлять, его будем разбавлять отваром иванча или кипрей узколистной. Так вот, кипрей узколистный, это еще один компонент, очень популярный для борьбы с прыщами. Его очень часто используют в косметике для комбинированной жирной кожи и для проблемной кожи. И следующий нюанс. Были такие данные, которые показывали, что иванчай или кипрей обладает в плане заживления, борьбы с прыщами гораздо более сильным эффектом, чем гормональной мази. Еще раз повторю, чем гормональной мази. То есть у него мощные противовоспалительные свойства. Поэтому кипрей так широко используется. А мы с вами наш коламин будем просто-напросто отваром иванчая разбавлять. Я вот сделала такой отвар. Вот у меня ситечка. Он у меня уже остыл, потому что горячей водой, крутым кипятком коламин нет смысла разводить. И я сделала пропорции, как вот здесь прописано, 1 столовая ложка на стакан кипятка. Вы же, поскольку вам небольшие объемы нужны и вы не используете, допустим, этот отвар в качестве лосьона от прыщей, вы можете буквально чайную ложку на полстакана кипятка. Но главное, чтобы отвар у вас очень хорошо настоялся. Поэтому мы используем все лучшее, что называется от природы. И теперь смотрите, собственно говоря, приступаем к нашей маске. На 1 столовую ложку коламина. Вот я беру с горкой приблизительно, да, это будет 1 столовая ложка. Мы с вами потихонечку начинаем добавлять наш отвар. Почему потихонечку? Нам главное сделать такую консистенцию, чтобы она не растекалась на нашем лице. То есть это не должна быть очень густая маска. Это должна быть маска, ну вот средней густоты сметаны, да, чтобы мы ее могли спокойно кисточкой или ватным спонжем распределить по нашему лицу. Я напомню, что коламин, он как бы вот кажется, что он плохо контактирует с водой. И вода отдельно, он настолько вот перетерт в пудру. Это настолько мелкая пудра, да, что вот нам приходится вот так вот буквально по чуть-чуть соединять наш отвар и коламин. Вот видим, да, и еще добавляем. Но в среднем где-то получается 1 к 2, то есть 1 столовая ложка, допустим, коламина, да, и 2 столовые ложки жидкости, в которой мы разбавляем. Но все-таки советую смотреть, да, чтобы не перебдеть, не сделать слишком жидкую массу, которая просто-напросто будет течь нашего лица и эффекта особо не окажет. Вот вполне достаточно. Главное очень хорошо перетереть. Я это обычно уже потом кисточкой, вот эти все сухие компоненты. И наносим на, я советую так, допустим, сначала мы наносим прицельно на прыщи. Вот есть у нас единичные прыщи, значит, вот сначала единичные на прыщи. Прихватывается коламина эта масса, и мы потом покрываем все лицо вот этой самой массой. Лицо, плечи, спина, то есть там, где есть прыщи, вы можете полностью обработать. Если у вас большие, да, вот массово, что называется прыщи, вы можете сразу покрывать лицом. Но сделать, допустим, в 2-3 слоя нанести коламин, для того, чтобы он действительно у вас кожа не просвечивалась, чтобы он плотным слоем, однородным слоем лег на ваше лицо. И наносим мы такую маску предварительно на очищенную кожу лица. То есть нужно снять вот этот самый кожный жир, умыться, но не используем тоника. То есть, смотрите, мы с вами умываемся, желательно иметь не мыло, а какое-то уходное средство, допустим, гель для умывания, умылись, промокнули лицо полотенечком, чтобы оно было сухое, и после этого мы наносим вот эту нашу массу с коламином. Наносим мы на лицо от 15 до 30 минут. Масса будет подсыхать, может кожу немножечко стягивать, если вам дискомфортно, идите, смывайте. И среднее время экспозиции, выдержки это 15-20 минут. После этого мы идем и смываем эту массу большим количеством воды, вот обильно как бы обмакивая лицо, промывая лицо. То есть ничем не тереть, не смывать ни спонжиками, ни там вспомогательными какими-то щеточками, кисточками. Просто смываем. Коламин очень хорошо смывается, даже легче по мне, чем глина. И обязательно мы смываем водой прохладной температуры. Может быть комнатной температуры, да, и чуть прохладнее. Но не радикально, ни горячая, прыщи не любят горячую воду, ни радикально холодная вода. После того, как мы смыли коламин, лицо снова таки промахливаем полотенчиком, хбшка. Желательно хбшка. Именно промакиваем, а не вытираем. И после того, как промокнули, протираем лицо тоником по типу кожи. Наносим свой крем. И делаем такие маски, если у нас прыщи, 2-3 раза в неделю. И желательно пройти курс хотя бы 12-15 масок для того, чтобы действительно вы получили результат. Потом делаем, допустим, перерыв на 2-3 месяца и снова возвращаемся к этим маскам. То есть коламин отчасти многие специалисты прописывают как лечебный препарат. То есть у вас фактически лечебная домашняя маска, которая борется с прыщами, с акне и постакне. И последнее предупреждение. Коламин может вскрыть содержимое прыщей. То есть вы, допустим, у вас есть какой-то прыщ невыдавленный. Коламин может подтянуть содержимое гнойное. И вы, когда умылись, увидели, что у вас, допустим, скрылся прыщ. Иногда содержимое коламин вытягивает на себя, как абсорбент, как губка. Поэтому тоником потом протерли, да, и все, нанесли свой крем. Если же вы видите, что у вас гнойное содержимое, прыщ вскрылся, гнойное содержимое до конца не вышло, можете очень аккуратно, очень-очень аккуратно вот это содержимое придавить, то есть выдавить стержень. Ну, бывает в этом необходимость. Хотя я всегда за это даю по рукам. В общем-то, лучше вы не делали. И если у вас, скажем так, обширно какие-то вскрылись места, вы можете смочить ватный диск, ваш тоник, если он по профилю, для жирно-комбинированной кожи и приложить на место прыщика, да, чтобы он подлечил, подтянул, особенно если у вас там с ментолом, допустим. Или же взять вот в этот отвар, не выливать его сразу, смочить ватный диск и приложить. То есть кипрей еще подлечит. Кипрей смывать не нужно, потому что можете протереть даже после того, как вы умылись, если у вас нет тоника, вот отвара, мыванчая вашу кожу от прыщей. Или же на место прыщей, как уже проговорила, смочить ватный диск в отваре кипрей и приложить просто-напросто на прыщи, пролечить. Так что вот такие простые советы. Берите себе на вооружение, делайте, будьте здоровы, преображайтесь. На самом деле очень многие процессы и проблемы, они в наших руках. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в этой кнопке подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция. Продолжение следует...